Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля и мы продолжаем говорить о пользе врагов. Сегодня я хотел бы дать только одну очень сильную мысль, которая в свое время толкнула меня на шаги, которую я называю глупыми. Однажды мне в голову пришла эта мысль и она была очень простой. Я верю, что это был Бог и это прозвучало так. Представь себе, насколько много славы будет, когда ты примиришься со своими врагами. Когда два врага помирятся и станут друзьями, станут соработниками, станут теми людьми, которые будут вместе делать одно дело, которому призваны. И знаете, меня это настолько вдохновило, настолько захватило, что я написал всем людям, которых я считаю своими врагами или они считают меня своим врагом, и в ответ на меня обрушилась лавина негатива. Просто, знаете, у меня было такое чувство, что я выбираюсь из просто огромной кучи навоза и меня еще туда запихивают. Это было просто негатив. Только один человек пошел на контакт, мы начали потихонечку общаться, но увидев, что я вот нахожусь вот в этой опять куче, этот человек тоже отошел в сторону и в данный момент просто стоит и наблюдает, выберусь я оттуда или нет. И знаете, внутри стало очень грустно. Это был не первый раз, когда я обращался к моим врагам, предлагая протягивая руку дружбы и получал по рукам. Я находился в этом состоянии, я думал об этом, размышлял и знаете, я вдруг понял, что это вот та самая тренировка характера, это та самая тренировка любви, о которой я говорил в предыдущих программах и что мне нужно вылезти из этого состояния, отрести, омыться, прийти в состояние нормальное и сделать это заново. И я думаю, что не прекращу это делать. Как только я пойму, что я уже могу опять обратиться к этим людям, протянув руку примирения, я обязательно это сделаю. И да, я более чем уверен, что получу по рукам. Но знаете, что меня вдохновляет больше всего? Я более чем уверен, друзья, что как только два врага примирятся, как только вот у некоторых людей, вот их эгоизм, их точка зрения, их предвзятость, их ненависть перестанет преобладать над миролюбием, Божьим отношением, Божьей любовью, да ладно, милостью и прощением, Божья слава явится в таком, в такой силе, что зазвенит в ушах, как минимум и меня, и мне будет этого достаточно, потому что я верю, что Бог способен это делать. Поэтому, если вы хотите увидеть много Божьей славы, начните этот путь примирения с вашими врагами, и вы обязательно увидите, насколько мощный авторитет вы обретете, как миротворец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!